Прежде всего, речь идёт о полинозе, особом виде аллергии, реакции на пыльцу, цветущих деревьев и трав. Полинозом страдают в основном городские жители. В больших городах из-за загрязнённости воздуха проницаемость слизистой оболочки носоглотки повышена. Кроме того, из-за плохой экологической ситуации сама пыльца становится более агрессивной, так как её обволакивают компоненты смога. Как правило, заболевание начинается с момента цветения. В нашем регионе это обычно майские праздники, когда зацветают деревья, ольха, берёза первая, и практически до сентября месяца. Антигистаминные препараты лишь снимают симптомы, но не лечат саму болезнь. Чтобы держать аллергию под контролем, необходимо проконсультироваться со специалистом, который поможет найти аллерген-провокатор и назначит адекватное лечение. То есть у вас есть подозрение на то, что у вас аллергическая реакция. И вы замечаете, да, что чётко в определённый период времени, какой-то период времени вас беспокоит заложенность носа, чихание, обильное выделение из носа, зуд глаз, зуд носа. Смотря какая форма. Потому что есть и кожное проявление, высыпание на кожу, зуд кожи именно в этот период времени. То, в общем-то, не тяните. Идите сразу. Если вы обратились к врачу в период обострения заболевания, вы получите курс лечения для того, чтобы снять эти проявления, снизить поступление аллергена и облегчить дальнейшее течение заболевания. А дальше вы должны пройти обследование аллергологическое и выявить, всё-таки на какие же аллергены у вас есть конкретно реакция. Если реакция на пыльцу берёзы, то очень часто наблюдается реакция перекрёстная на землянику, на клубнику, на орехи, в частности, миндаль, арахис. И об этом нужно знать, потому что если вы зимой съедите земляничного варенья, у вас могут проявиться такие точно симптомы, как если бы это было цветение берёзы. На приёме врач-аллерголог научит, как правильно жить с аллергии, какой придерживаться диеты, правил в быту, как предотвратить контакт с аллергеном. Но главное назначить грамотное лечение. Есть два пути. Принимать сезонную лечение, то есть предсезонную подготовку непосредственно лечения в сезон. Второй путь – это попытаться всё-таки с этой аллергией бороться. Для этого существует так называемая специфическая иммунотерапия, когда вводится по нарастающей различной дозе того или иного аллергена, характерного для данного пациента, в течение определённого периода времени. Как правило, это три года в зимний период времени, если мы говорим о пыльцевой сезонной аллергии. Можно вводить путём инъекций. Есть сублингвальное, когда можно капать просто под язык. Но, к сожалению, разница в цене достаточно существенная. Поэтому это препараты иногда зачастую импортного производства. Поэтому здесь подбирается индивидуально, в зависимости ещё от того, насколько пациент может, я бы сказала так, дисциплинированно подходить к выполнению назначения врача. Вот такое вот приучение организма, переключение на безвредный ответ иммунный для пациента, приводит иногда к стойкой ремиссии до 12-15 лет. Кроме того, сейчас в период гриппа и ОРВИ, аллергикам также стоит уделить повышенное внимание профилактике простудных заболеваний. Но врачи предупреждают, бесконтрольный самостоятельный приём иммуномодуляторов может утяжелять течение аллергии. Поэтому необходима помощь специалистам.